Сады 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 Я не стал смотреть, кто ректор, кто проректор по науке. Почему? Потому что такое впечатление, что вы доживаете последние дни. А как выйти из положения? А выход есть. Ну, в конце, может быть, я вам и покажу дорогу в будущее. Потому что, ну, действительно, когда-то Красноярскую селекционную станцию закрыли, и люди пошли торговать своими саженцами на рынок. Представляете? Это страшно. Вот. Был я у вас, смотрел. Не понравилось. Совершенно не понравилось. Вот. Ну, добивать лежачего... И вдруг, понимаете, как бывает, у меня есть брат. Так. Этот брат Железов, Юрий Владимирович, он живет в Костромской области. 60 лет назад до этого так уж вышло. Мы познакомились с ним, хоть мы и близкие по духу сейчас, но 6 лет всего назад. И сразу ему вышел эти самые косточки. Вот. А темирайзов, выпускницы, этого не знали. А по году делали. А он взялся последние годы. Вы понимаете, что мы с ним сделали. Я делал, он монтировал. Количество, может, 500, может, тысяча, может, уже полторы. У меня нет памяти. Вот. И пока он это делал, он полностью освоил всю технологию Железова. Она абсолютно отрицает все, чему учат в ваших академиях. И поэтому, вот, наступил момент, нервы не выдержали. И он один раз взял и вякнул там, на том сайте, где, это, Томановском, где миллион с лишним подписчиков. Вот. Тут же был облет грязью. Вот. И вместо того, чтобы заткнуться, и это самое, они не знали даже, что у него за 6 лет уже из косточек выросли абрикосики, персики. Вот. Они еще не знали. То есть для них он просто как посмел. И вот получилась такая картина. Слово за словом, чем-то по столу, и результат налицо. Вот. Многие мои, это же не только для вас, уважаемые руководители Томановской, это до широкого круга. Он не очень широкий, к огромному сожалению. Я прошу всех, кто посмотрит этот фильм, просто взять, не думая, аз другой кто-нибудь отошлет. Отправьте каждую ссылку, чтобы туда пошло 5, 10, 20, 100, 300 ссылок, и чтобы они все-таки посмотрели. То есть не они, я же на прямой обращаюсь, вы, руководители, посмотрели. Вам будет интересно, потому что этот мир, он вам вообще не доступен. Вы не знаете, что творится рядом с вами. Вы не знаете, что творится в вашей Томановской, я же там был, там при мне доцент делал летнюю обрезку, которую я называю смертельной. Я про это долго писал, но если я начну повторяться, мне опять придется 140 вебинаров повторить, каждый трехчасовой. Поэтому сжато, коротко, по делу. Итак, это что мой брат не болтун, технология железа, посадил и не суйся. Исключаются все эти дебильные советы по окалечению дерева, якобы приближающие по отношению и прочее. Вот, продающие жизнь, да, вот сейчас искалечим. Поехали. Вот, посмотрели на эту фотографию, идем дальше. Итак, чтобы опять же не быть болтуном, я возьму сейчас и нажму вот сюда. Вот, это к тому, что он полностью был, ушат грязи был налит на этого человека. Мол, кто ты такой, и у тебя ничего нет и быть не может. Тем более у Кемеровской области, представляете. Так, ну это мы пропустим. В этом году выросли у дедушки абрикосы, вот такие, сочные и сладкие, у нас в огороде. Так, посмотрели. Так, теперь, это всего лишь мои маньчжурцы, которые считаются диким. Я их железу оккультурил. Так, вот. И вот этот достойный человек стал тем самым, как он называется, камушком. Не просто, да. Вот у меня сейчас сотни учеников, которые уже имеют. У меня есть отдельная папка. То, чего нет в Академии у вас и быть не может, потому что агротехника у вас неправильная. Вот так мягко говорю. Поехали. Значит, смотрите. Так, у меня вопросы к темиреевской академике. Вас подставили, я считаю, что вас подставили, там ниже будет ссылки. То есть, их реакция, например. У нас там шикарное образование, типа, кто вы такие. И мы тут хозяева, а вы идите в другом месте учите. Итак, вот это вот, есть такая Ольга Исакова. Одна из лидеров на том Тумановском, огромном, подчеркиваю, огромном этом канале. Ольга Исакова, которая, значит, была вынуждена как-то реагировать. То есть, так как то, чего я пропагандирую и то, чего я добился, не может быть никогда. Ниже я покажу фотогалерею. Только не забудьте, все-таки, люди, может, вы не молодые, эти, руководство Тумановского академии, не забудьте валидов. Но это чуть ниже будет. Главное, что то, что я добился, у меня сотни вегетативных гибридов. Так, подчеркиваю, сотни. Здесь написано так, в результате исследований ложность теории вегетативной гибридизации была опровергнута в 30-50-х годах. Наличие вегетативной гибридизации не подтвердилось. Вегетативная гибридизация – лженаука. И вот, поймите, Ольга Исакова, один из лидеров, подчеркиваю, кто делает погоду, значит, взялась судить самого Ивана Владимировича Мичурина. Вы поверите в это? Как она это сделала? Хитро и, извините, подло. Дело в том, что на самом деле было написано так. То я же что сделал? Вот ее ответ. Она, естественно, ни одного абрикоса, скорее всего, не выросила. Вот это я перенес в поисковик. Да, смотрите, внимание. И что получил? На самом деле фраза звучала так. Даличие очень аккуратно подтвердить не удалось. И так далее. Ей вот это долго скучно было это писать. Она взяла досюдова. Вот досюдова. И своими словами добавила. Понимаете? Гениального ученого Мичурина. Труженика я уважаю, потому что он садовод-любитель. Он из наших, он не из этих. Вот. Он садовод-любитель. Труженик невероятный. Жизнь посвятил, жизнь отдал. И вдруг человек за столом сидит, скопировал вот это вот. Кстати, совершеннейшую ложь. Вот. Вот еще раз говорю, у меня сотни визитативных гибридов. Так. И добавила от себя. Вот. Видите что? Так вот, уважаемые руководители Тимлянской академии. Понимаете, что случилось? Вас позорят. Вас подставляют. Вы знаете, что если для этого разговора к камушкам преткновения, который лавину, вот эту маленькую еще лавину, сдвинулся в место, был мой брат Железов, который возмутился, что они колеся деревья. Вот. То вот это фильм и еще несколько моих вебинаров, посвященных этой же теме, могут стать тем самым лавиной, которая похоронит и вас. Вот. Я бы хотел, чтобы вы среагировали на это. Потому что нужно широкое обсуждение, нужно свежий круг. Как бы вот взяли вы руководитель, сказали, все, мы объявляем широкую дискуссию. Дайте, когда-то это было, когда-то, хоть партийных рядах, вспомните, там, большевиков, меньшевиков, отзавистов, экономистов, широкую эту, чтобы как-то разобраться. Или в науке это было. Вспоминайте эти сессии Воскнил. Помнили? Вот. Хотя бы вы должны были проходить. Время такое пришло. Я не Мичуринец. Я 50% Мичуринец, 50% Железовец. Вот. В какой-то момент вот так вот получилось. И ничего, никто не умер. Смотрите, поняли, о чем речь идет. Вот это вот те, которые, я выпускница, я выпускница, я выпускница, темирязевки, вот это вот взяла, а ей люди верят. Конечно, там простые люди, она их учат, как уничтожать деревья, это нормально. Это по-современному. Другое дело, что у меня есть повод, она мне дала. Смотрите дальше. И вот я просто уже, ну, как бы среагировал. Кстати, к химерам мы еще будем с вами обращаться. Это такой самый интересный момент. Вот эти химеры, да. Химеры, это из двух видов, соединение из двух видов. Вот. Как правило, ой, не хочу сейчас говорить. Короче говоря, их не имеют брать никогда, а у меня их целый сад. Так вот, я среагировал так. Получается, у нас в стране появился новый выдающийся ученый, Ольга Исакова, доказавший. Доказавший, надо взять кавычек. Какое она имела основание это утверждать? Она не вот эти, автора-то там вот этого не было, вот это вот это. Я потом найду, но сейчас вопрос в другом. Уже о реальных вещах, о практике. Так вот, оппоненты грязью полили, а опять смотреть. Ольга Исакова. Еще один интереснейший момент. Вот если бы каталог было бы написано, что косточки от сортов, это было бы честно. А вы продаете косточки от свободного перекрестного пыления, как сорта. А это обман, шарлатанство. Вот так я стал обманчиком шарлатаном. У меня есть сад, а у нее нет. А мачке. Не передаются сортовые качества сортов при генеративном размножении. Из этих косточек не сорта вырастают, а дички и жердели. Я вначале растерялся. Думаю, как так? У меня же это целая папка, а там со всей страны идут. С вашей косточки культурные, культурные. И приходится даже клясться о том, что не было ни одного случая, чтобы кто-то... Я о косточках культурах сразу границы очерчиваю. Вот. Это значит, что абрикосы, сливы, яшни, абрикосы, сливы, яшни, селешни, персики. Значит, ни одного дикаря вырастить моим... Они вырастили сотни тысяч косточек, превратили в деревья. Годы прошли. А она-то там сидит, она же ничего не знает. Вот. Кстати, очень неграмотная, страшная. Читать ее эти... У меня тройка... Я лучший ученик школы, номер семь, города Норильска, выпускник. Вот. Имел тройку, поверьте, по русскому языку. Но даже я никогда не позволял себе такую безграмотность. Вот. Именно такое впечатление. Может быть, идут самые неграмотные, теми разом, потому что, может быть, на какой-то момент она стала, извините, господа руководители, самая непрестижная. Значит, что там делают люди, которые вообще неграмотные, вообще? Ну, давайте ее переделаем. Давайте же делаем так. Мы там вырастим сад, уникальнейший сад. Я вас интригую. Фотогалерея ниже. Вы вряд ли там были на моем сайте. Вы живете в другом мире. А пришла пора определяться. Или выращиваем настоящий сад. Или бульдозеры. У вас теперь выбора нет. Неужели смиритесь? Вот. И вот когда я потом покажу вам свое, так. И вот интересно, да? Казьмин. Слышали о таком? Байкалов. Знаете такого? Мичурина. Слышали? Может, Мичурина не слышали? А Боднера? А Боднера точно не слышали. Это наш. Так как Мичурин, садовод-любитель. Это все из коста, человек. Но самое главное, чего вы, девочки, не знали, в Тимирязевце вы плохо учите своих девчат. Мальчики, может, чуть умнее. Не знаю. Девочка обычно в этом возрасте не о том думает, как правило. Потому что как можно было не понять, или вы им-то правды этого не объясняете. Все, что написала Ольга Исакова, так, вот это вот, не передается сортовое при генеративном размножении. А няня не определилась и не знает, что до этого деревья были или корнесобственные, или привитые. А это две большие разницы. Вот это все, что говорится, отношениями к корнесобственным деревьям. А косточки-то я брал, продавал. Они же еще там ниже на меня накинулись, что я дорого продаю. Подумаешь, это самое. 20-25 рублей косточка. И потом дает сотни, не этих, не килограмм ведер. Те же абрикосы. И вот получается, а, кстати, еще надо было упомянуть Ваулина, господа Тимирязевцы. Это ВАФ. На тот момент, когда мы общались, он был директором МИАСского института. А это филиал Челябинского университета или Челябинской академии, не помню. Проверьте. Он был и доцентом Ваулина Александровна Юрьевича, он был и завкафедрой. В общем, разберитесь сами. Это ВАФ, который стал первым и единственным профессионалом, профи, ученым, который вырастил как раз вот вопреки этому из моих косточек шедевры. И по моей технологии, которая в двух словах называется так, не подходи. Вот это, друзья мои, ни хрена ВАФ эти не понимают. Это совсем другой уровень. Это какое-то невежество дичайшее. Если деревья пережили несколько поколений по технологии железово под названием «Наслоение ментора», у них сортовое качество, будучи уже в плодах, да, тоже расщепление, да, тоже разброс, но дикарей не будет никогда. Подробнее я рассказывал в предыдущих этих сериях и так далее. Поняли? Вот, пожалуйста, хотя бы, если это повторите вы, научите своих выпускников, будущих выпускников, чтобы они знали, что такое «Наслоение ментора». вернулись к Мичурину, пусть противоречие есть между многим, вот, тут нельзя через запятую, вот, но во многих случаях можно через террая Мичурину железу, и вы тогда, ваши, смогут растить сады уже нормально. И даже, и семечек, и косточек, вот, чтоб вот эта вот, мордой не тыкала, женщина, которая, ученая считает себя, которая сама ничего не понимает, ничего. Вот. Пытался, следующий момент, это я, коротко, самое главное, следующий момент, пытался объяснить выпускницам «Тимирязевки», они себя так называют. В южных промышленных садах на входа везде искусственные штамбы. Здесь я должен был бы вам 10-20, они у меня есть в других местах, ведь в основном-то смотреть будут мои эти ученики, которые уже все это знают и уже могут сказать, да сколько можно повторять. Ну, вы знаете, что такое искусственные штамбы эти самые? Вы знаете, что такое забетонные столбы, распятые на проволоках эти, деревья, они растут, а им обязательно делать штамп, чтобы к ним под штамп, как под юбку, мог попасть в механизм с навесным оборудованием. Итак, они нужны для механической обработки, я про искусственные штамбы, для механической обработки навесным оборудованием тракторов. А наши, в скобках, ваши попугаи, в общем, перенесли практику калечения штамба в широкую практику. Ой, тут я ругал, а сам неграмотно написал. Перенесли практику калечения штамба в широкую практику дачного и даже промышленного садоводства. А далее обвал. Когда они калечат штамбы, они не знают этого, до сих пор не знают. Сейчас объясню и поверьте мне. Итак, происходит снижение морозтойкости деревьев. Потом мороз, потом подмерзание, не все видно подмерзание. Видно только потом, когда начинают вянуть листики, а до этого никто не понимает. Потом заболевание, потом на больное дерево нападают насекомые. Не было бы штамба, не было бы насекомых. Омертвление древесины плодов и листьев. Активная работа грибов. Кстати, грибы, еще раз, это вы когда-нибудь, как открытие преподнесете, про меня забудете или специально скажете. Мы наконец открыли. Грибы не враги и грибные заболевания не существуют. Грибы выполняют свою работу по переводу мертвесины в продукты переработки деревьев по новой. Ну, деревьев там, травы, растений, всего живого. Но это отдельный разговор, самый отдельный. Итак, потом, когда больное, вами искалеченное дерево начинает болеть, начинается борьба с едохимикатами, с осеком и грибами. Заодно и с грибами, ничем не повинными. Десятки обработок за короткое лето. Вот это вот. А они, эти мерезники, мол, наше шикарное образование. И вот это должно быть не просто удалено навсегда. Вот это подлое, самое подлое, принципы обрезки, самое подлое на свете вещь из всего, что изобрела наука, фактически псевдонаука. Дело в том, что это все неправильно и неправда. И у деревьев нет, я уже доказывал, прочтите, посмотрите, мои другие вебинары, материалы, что ничего этого делать нельзя, и ничего этого делать не делаю, и вынужден показать фотогалерею моего сада. Там нет ни капли яда, и обрезки только для заготовки черенков. Вот здесь покажу. Ребята, мои друзья, пожалуйста, не возмущайтесь. Это все-таки должно попасть в темирязевку. В темирязевке должны быть большие перемены. Или сами поймут это, так, вот, или сами это поймут, или, вот он мой сайт. Даже руководству не помешало бы здесь посмотреть. Здесь сотни, наверное, уже тысячи материалов, причем все они дерево сберегающее, так я назову. Итак, фотогалерея. Друзья, вы ее видели сто раз, вот, но руководству Тимирязвиков показать надо. Я впервые обращаюсь уже напрямую. Впервые. Вот. Здесь есть южане, например, из Франции. Почему они не замерзают? Замерзали. Так. Замерзали. А потом перестали. Вот. И, хотя меня там, это, что я ничего не понимаю в генетике, я в генетику не лез. Не лез. Это был отбор. И несколько секретов, которые знает вся общественность любительская и не знает научная. Это все за несколько лет. Вот, 15-й год. 13-й год. Жаль, что, как бы сказать-то, нет сейчас возможности показать поближе каждой. Вот фотографии, которые воровали, эти самые, да, всего их больше 200 сайтов, которые украли мои фотографии и выдали за свои. И в основном являюсь перекупщиками. Вот это, вот это. Это все подвергается проверке и никакой, никакой, это самое. Вот. Даже вон, видите, Сергея Трусы, моего сына, которым мы еще поговорим с вами. Вот. Ну и еще куча, видите, еще сколько. Только показывать сейчас у меня нет ни сил, ни времени. Вот. Я сильно устаю. А теперь ваши примеры. Итак, не капли яда, а брестки только для заготовки черенков. Не капли яда. Итак, это не вы. Это я показываю дикие, крайние примеры. Это Брянск, Институт Люпина. Вот. Я это назвал, знаете, как? Садовый Христос. Это для вас показываю. Кто видел, ну, пожалуйста, не обижайтесь на меня. А вот эта вот женщина, которая 7 лет не плодоносила груша, ей 7 лет, обратилась к Ольге Исаковой, к ее подруге, тоже выпускница темиразин. Я тут, а та меньше цепляется, поэтому я ее стараюсь не трогать. Вот. Приказано было. Вы за стулья возьмитесь, выпускники. Вы понимаете, в чем дело? Надо же как-то реагировать. Вот дерево не хочет плодоносить. Да, на нем уже цветы. Вон они. Видите? Вам же не надо тыкать. Вы специалисты. Вот. Было приказано отрезать вот эту ветку. Раз. Это сразу полдерева. Обратите внимание, по толщине полдерева раз отрезать, полдерева, два отрезать, три отрезать, четыре. Потом еще подумала Исакова и сказала, нет, не 40 сантиметров штамп должен быть, а 50. Бедная женщина. Неужели он еще и вот эти отрезал? Короче, пусть даже если нижний ярус отрезал эти четыре ветки. Посмотрите на эти страшные разные. Вы поверите, что это в наше время. Вы понимаете, почему мой брат не выдержал? Ну, а дальше, знаете, у меня таких публикаций сотни. У меня отдельная папка. Я это называю их геноцид садового населения. Геноцид. Именно садового. Потому что в лесу бы тоже делали то же самое. Например, выгребали бы всю листву из леса. Поверите, нет? Дай им волю. Ну, лес-то не трогают, потому что там размеры это. А в саду можно калечить. И вот мы имеем дерево, мы имеем черный пар, но это отдельный разговор. Давайте вот просто посмотрим, как дела в среднем стране. Мы же с вами будем много говорить, наверное, несколько серий. Давайте вот посмотрим сюда. В южных, значит, есть было автор Гурева. Вот это дерево, оно с... Ой, вы знаете, что получилось? Получилось так, что мы сейчас начнем с этой фотографии, следующую серию. Почему? Потому что у меня отключается вот эта запись каждые 30 минут. Пошла последняя минута. А мне ничего страшного. Вот будет следующая серия. Пусть короткими сериями, а то вы устаете. Все, я отключаю, и будет серия номер два. Общее название, наверное, будет обращение к руководству Тимиреевской академии. Это я прошу того Юрия, брата, который монтирует фильмы. Так называть. Продолжение следует...